У Витебску начинают уроки ведения бизнесу. Проект организованный Управлением по праце, занятости и социальной обороне Гарва Конкама. Слухачами стали як девчие предприимальники, так и ты, кто только избирается с думками про открытие своей справы. А для этого сегодня державы и створены спрыяльные умовы. Их регламентуют указы об регулировании деятельности физичных особ и об ожитивлении физичными особами рамесницкой деятельности. Виктор Пралич протягни. Татьяна Чародеева статус рамесника отримала около трех месяцев тому. Хотя хобби по мастацким плетеньям с дро, то, которое переросло в профессийную деятельность, займается давно. Такий хендмейт стал корыстаться популярностью, и она вырешила оформить предприимальницкую деятельность, как хобби перетворить в бизнес-проект. Обратилась в центр занятости, я переехала сюда не так давно. И пришла трудоустройство искать. И, ну, поспрашивала, и мне предложили, что есть возможность получить субсидию на открытие ремесничества. Почему бы и нет, собственно. Это при том, что я все равно его собиралась открывать. Ну, в результате я получила. Большое спасибо. Ну, теперь потихоньку развиваемся. То есть пока в начале деятельности. Планируем двигаться дальше. Сегодня Татьяна Уликутых, кто пришел на первый семинар уроки ведения бизнесу. Как и видавать пробелы и доведаться об нюансах справы, собрались и коллеги, а так само ты, кто планует открыть свой бизнес. Эксперты, осередки их податковые инспекторы, санитарные урочи, представники службы занятостей социальной обороны. От А до Я рассказывают, тлумачусь, коментуют то, что необходимо ведать предпринимальникам. До речи, активность их с принятием указов растет. В этом году такую помощь получило у нас порядка 26 уже безработных. И мы эту работу продолжаем. В основном в качестве предпринимателей регистрируются безработные те, которые оказывают услуги в области строительства, бухгалтерского учета, значит, ремесленники. Алгоритм перетворения с беспрацованного предпринимальники довольно просты. На сустрич, где и держава, оказывающую тымлику и финансовую поддержку в выгляде субсидой. Капитал, а сё не гэтазвыж 2 тысяч рублей, выдается по заяве и предоставлении бизнес-плана, меркуемой справы. Самозанятость населенства зараз актуальная тема. И подобные семинары – один из инструментов устамуливания до легальной деятельности. Наступный урок ведения бизнесу пройдет 25 вересня для предпринимальников. Виктор Пралич, Александр Приставка. Новини Витебск.